Моему сыну было два годика и появилась необходимость в детской кроватке. Моя жена посмотрела в инстаграм и предложила вот такой вариант кроватки, но где ее приобрести мы не знали. Я так по-героически сказал, да, я ее сделаю. Я пошел в магазин, купил ножовку, ну и на коленках сделал первую кроватку для своего сына. Вот так вот зародилась идея, скажем так, для хобби. Изначально это было хобби, я совмещал с основной работой. Я по радио услышал о наборе на конкурс молодой предприниматель. Вот, и, собственно, со школы был первый клиент, которому я сделал кроватку. Я уже пришел к тому, что основную работу и хобби нельзя было совмещать. То есть стало поступать большое количество заявок, и мне пришлось сделать выбор в пользу хобби. Супруга меня поддерживала, немного родители сомневались, ну, так как я до этого никогда не занимался деревом. То есть это было новенькое для меня. Ну и вот методом хлопа и ошибок мы вот пришли к такому результату. Изначально это был цех площадью 50 квадратных метров, а сейчас же цех 150 квадратных метров. Помимо кроваток это могут быть еще комплекты столы и стулья. Это Алтайский край, мы практически во все города, это Заринск, Крупцовск, Бийск. Самая дальняя отправка, ну, это, наверное, ее штура была. В этом месяце мы отправили две кроватки в Москву. То есть Московская область уже заинтересовалась нами. Когда вот объявили неделю карантина, да, был большой страх, как и что дальше. Потому что у меня, ну, ипотека, ну, как и у всех людей. И, как показала практика, все люди начали делать ремонты в квартирах. И тхлынул очень большой поток клиентов. То есть я, мне пришлось даже из маленького цеха приезжать в 200 квадратов, чтобы, ну, успевать всем сделать заказ. Конечно, при установке мы соблюдали все меры безопасности. То есть это перчатки, это маски, это было проветривание. Ну, а так в основном, да, у нас даже скачок такой был, чего я не ожидал. Я очень люблю свою работу. Мне нравится смотреть на радостных детишек, на счастливых родителей. Я всю душу вкладываю в каждый заказ. И поэтому это вот то, чем я занимаюсь, это главное сейчас для меня. Хотелось бы через 5 лет, это хорошая команда, слаженная, оперативная. Также я, возможно, хотел бы, чтобы это был свой цех. Расширение производства, так как поступает много спроса на корпусную мебель. То есть люди хотят полностью детскую комнату под ключ. Расширяться и завоевывать мир. Расплодисменты. Расплодисментов. Продолжение следует. Продолжение следует...